На пороге фитнес-клуба разгорается скандал. В конкурсе от заведения Светлана Никитина год назад выиграла путевку на остров Хайнань. Предвкушая отдых на китайском курорте, женщина взяла вне очередной отпуск, чтобы оформить загранпаспорт. Документы передала в турагентство и фитнес-центру за 10 дней до вылета. Но Светлане сообщили, что слишком поздно и забронировать путевку не успели. Я общалась с другими турагентствами на этот счет, как оформляются путевки, оплачиваются и бронируются. При бронировании достаточно сказать фамилию, кто едет, а паспортные данные можно внести немножко позже. Я так поняла, что паспортные данные-то были предоставлены позже, но, видимо, фамилия была предоставлена не моя. Больше того, в турагентстве запросили неустойку 5000 рублей. Тогда Екатеринбурженко обратилась к организаторам конкурса, но те отказались помогать победительнице. Сейчас с турагентством не связаться. Офис закрыт, телефоны отключены. Адвокат Светлана намерен добиться компенсации от фитнес-клуба, проводившего конкурс. Мы считаем, что ей должны либо компенсировать стоимость данной путевки, либо организовать этот тур, как, собственно, было заявлено. В целом, это предложение звучало от фитнеса. Поэтому мы и общались с фитнесом. Мы не считаем, что здесь кто-то является еще участником этих отношений. Эксперты говорят, зачастую подобные розыгрыши организуют крупные компании, широко рекламируя их в СМИ, чтобы привлечь новых клиентов. При такой огласке любая ошибка может стоить фирме репутации. Однако некоторых не особо заботит, получит ли клиент свою награду или нет. Светлана Никитина и ее адвокат уже направили претензию в фитнес-центр. Но никакого ответа не получили. После Нового года женщина планирует подать в суд. Волокита с получением приза напрочь отбила желание отдыхать. Поэтому Светлана хочет добиться компенсации и за путевку, и за вымотанные нервы.